Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Воскресным утром к нам в гости со своим романом, романом об управлении проектами, зашел Том де Марко и книга «Дедлайн». Нужно сказать, что у нас в «Читай быстро» прям такие недели книг по менеджменту на карантине. Только вот за последний месяц мы пытались разобраться и с Тулганом, и его двумя книгами все начальники делают это, и быть начальником это нормально. В прошлом выпуске прикоснулись к основам теории У от Ташармера, а сегодня вот встречаем де Марко и его роман об управлении проектами. С одной стороны, только русскоязычному изданию уже чуть больше 10 лет изданию этой книги, о том, что де Марко на самом деле почтенный такой пенсионер, который всю жизнь специализировался на программной инженерии больше и был высококлассным инженером и программистом в первую очередь, а уже потом менеджером. С другой же стороны, положа руку на сердце, редко когда, наверное, даже практически никогда не встретишь нон-фикшн-литературу в форме романа художественного произведения самого, что ни на есть настоящего. Там, где Вебстер Томпкинс с очарованной красоткой и ей уже обманутый попадает в коммунистическую страну Моровию, где с помощью каких-то там бесконечных человеческих ресурсов, финансовых возможностей и денежных ресурсов, но в противодействии бюрократии, сжатым сроком, он борется с тем, чтобы поднять экономику этой страны. Неожиданно для нон-фикшна. Ну и с третьей стороны формат, который не оставил нам шанса. В конце каждой главы Вебстер, главный герой, записывает полученные уроки в свой блокнот. Это записи, вот самое ценное, что есть в книге не с художественной точки зрения, а с точки зрения нон-фикшна для менеджера. И это же чистейшей воды наш букнот, о котором вы наверняка уже кучу всего знаете, если подписаны на канал. А если, кстати, не подписаны вдруг по каким-то причинам, то сейчас же жмите на все возможные кнопки, чтобы подписаться, поставить колокольчик, лайк, дизлайк, пару комментариев и написать, что думаете по поводу этой книги и вообще можно ли нон-фикшн впихивать в какую-то художественную оболочку. Если бы, кстати, главный герой книги еще и вина хорошего выпивал, как мы каждый раз в «Читай быстро», когда нам попадается хорошая книга, то мы вообще были бы от нее в восторге. Сегодня, кстати, совсем немножко легкая Испания, которую вы практически не заметите. Вся книга в одном предложении. Подбор персонала, мотивация сотрудников, решение конфликтов, увольнение, переводы и начальники самодуры – это все сто раз сказано-пересказано в других изданиях, но до этого момента не было обличено в форму художественной книги и этим захватывает и пленит с первых строк. Для выходного дня, чтобы взять ее с собой на дачу, попутно распаливая мангал, обогатиться или освежить какими-то знаниями по менеджменту или получить что-то новое в таком легком формате – это идеальная книга. Давайте быстро в течение 600 секунд посмотрим, что там внутри с точки зрения фактажа, а художественную часть это мы оставим на ваше усмотрение. Когда вы формируете команду, вы выбираете тех людей, которые максимально соответствуют поставленным задачам. То есть вначале вы формируете задачу, а потом уже под нее собираете команду. И это важно делать именно в такой последовательности, потому что сотрудники тогда без проблем справляются с любым каким-то вопросом или текущей ситуацией в рамках своей компетенции. И не забывайте при этом, что руководитель как лидер должен уделять каждому участнику команды индивидуальное внимание, но при этом воспринимать работников как единую команду, поддерживая в них сплоченность и какой-то командный дух. Это все история про мотивацию. При этом в момент, когда вы набираете команду, обращайте внимание на хардскиллы и то, как навыки работника помогут решить задачу. И на софтскиллы. Это два абсолютно разных сегмента знаний, умений и навыков в рамках одного человека. Потому что софтскиллы, они отвечают на вопрос, насколько его мироощущения, принципы, устои, ценности резонируют с вашими. И в конечном итоге, в забеге на длинную дистанцию, хардскиллам вы еще можете подтянуть, обучить и там как-то скорректировать у человека, чтобы он делал именно те профессиональные задачи, которые вам нужны с такой скоростью, как вам нужно, надо. И, ну, в общем, качественно это дело. А вот софтскиллы вы вряд ли уже исправите. Поэтому в забеге на длинную дистанцию они играют куда более важную роль в успехе, чем какие-то профессиональные навыки. Ну и хотя бы потому, что вот второй факт, гибкость в принятии решений, это тоже в своем роде софтскилл. У меня был один из учителей моих, который говорил о том, что глупо делать одно и то же действие и при этом ожидать каких-то разных результатов. Поэтому вот как в романе, когда описывалась ситуация, там где проект находился на грани срыва и успешно выйти из, казалось бы, безвыходного положения, получилось только внесением корректировок в изначальный план и назначением там новых ответственных лиц. Получается, что перемены и отклонения от изначального плана, это не то чтобы всегда плохо, иногда это единственный шанс ваш остаться на плаву, вырулить и при этом вы понимаете, что это может сопровождаться определенным дискомфортом, страхом неопределенности, но по-другому никак. Если вы, ну с одной стороны, нужно быть твердым, упертым и идти к своей цели, невзирая ни на что, а с другой стороны, помнить вот о этих словах моего учителя, о том, что если вы изо дня в день делаете одни и те же действия и не получаете желаемого результата, то может быть нужно на секунду остановиться, посмотреть вокруг и чуть-чуть поменять там силу, точку приложения усилий, вектор и так дальше. И при этом помните, что если вы работаете в команде, то и что-то пошло не так. Третий факт, угрозы неэффективны. Том акцентирует внимание на том, что угрозы как способ воздействия на подчиненных не работают ни при каких обстоятельствах на качество, и скорость выполнения работы могут повлиять опыт, может повлиять знание, может повлиять количество времени, которое посвятил работник этой задачи, или которое у него еще осталось до дедлайна. А угрозы, они как правило, ну они могут сработать, может быть, первый раз, когда сотрудник еще не знает, чего от вас ожидать, а во второй, в третий, в четвертый раз они будут только добавлять стресса, добавлять какого-то вот психологического давления в этой ситуации, и уж точно не будут способствовать тому, чтобы задача была решена до дедлайна в определенный срок. Ну и помните про неотвратимость наказания, потому что если сотрудник не справится с заданием, вам придется воплощать эти угрозы в жизнь, и неизвестно, что вы там обещали, и это может быть опасно для всего проекта в разгар незакрытых задач, например, остаться без ключевого специалиста. Хорошее отношение в коллективе – залог вашего успеха. Вы, по мнению Тома, не можете повлиять на отношения между сотрудниками, то есть если там условный Иван не подружился с условной Татьяной, то пытаться их мерить – это не ваша задача, а ваша задача сделать так, чтобы внутри коллектива была благоприятная обстановка для работы, для выполнения задач. Насколько они как люди несовместимые, и что они не смогут после работы больше никогда посидеть в баре и пообщаться на тему эффективности вашего управления, это уже совершенно другого порядка задач, она вас пока волновать не должна. Помните о том, что вы не сможете достичь качественного продукта в команде, где нет единства, но сможете достичь качественного продукта в команде, где, в общем-то, нет друзей в широком смысле этого слова, но есть абсолютно нормальные, деловые, благоприятные с точки зрения эмоционального фона отношения. И не пытайтесь сделать что-то очень большое, сложное и хорошее быстро, потому что пятый факт заключается в том, что производительность требует времени. И высокая производительность не достигается быстро, и какой-то глобальный результат тоже. Вряд ли вы сможете там, как в самых качественных, мотивационных видео достичь за 10 ближайших дней или иначе побриться на лысо. Потому что рост эффективности, он наступает с опытом. В результате анализа ошибок, внесения корректив, и на это все требуется время. И вот самое важное в этой ситуации, что вы не можете купить опыт, вы можете его только получить, поэтому за него вы заплатите, ну, какими-то материальными ресурсами, и, скорее всего, заплатите временем. Поэтому управление проектом должно сопровождаться просчетом всех возможных рисков, их вероятности превращения этих рисков в реальную проблему, и пути решения этих проблем, что вы будете делать, если что-то пойдет не так. При этом помните, что главный смысл оптимизации, если дело до нее дошло, это сокращение потерь. Избегайте ненужных действий, оптимизируйте рабочие процессы, равномерно распределяйте нагрузки, и используйте надежные проверенные методы работы. Ну, это все, в общем-то, история из классического учебника по менеджменту, по управлению проектом в условиях неопределенности. Единственное, о чем Том говорит неоднократно, если у вас есть возможность сохранить сформированную команду для работы над другими проектами в том же составе, обязательно сделайте это, потому что, по-моему, это в эластичном мышлении, эластичность, гибкое мышление в эпоху перемен. У Млодинова был этот тезис, про то, что каждая команда должна наиграть какое-то количество часов, для того, чтобы быть конкурентоспособной. Так вот, если у вас есть команда, которая вместе уже просуществовала какое-то количество часов, закрыла проекты, но сейчас что-то пошло не так, и вам нужно оптимизировать затраты, последнее дело — это распускать эту команду, потому что вот эти самые часы им придется потом наигрывать в другом составе, ну, в общем-то, как-то заново. При этом оптимальный состав команды — это то, о чем вы должны беспокоиться все время. Для эффективной работы вам не нужно постоянно увеличивать количество людей, потому что большой коллектив, он отнимает у руководителя силы на создание какой-то комфортной атмосферы, рабочей атмосферы, атмосферы закрытия задач. Помимо этого он требует дополнительных трат, на свое обеспечение, и чем больше команда, тем больше бюрократических процессов внутри, тем менее оперативно вы можете устранять проблемы. В общем, оптимальный состав команды — это тот состав команды, в котором вы можете быстро принимать решения, а команда гибко и эффективно эти решения может воплощать в жизнь. Для того, чтобы понять, оптимальный состав команды у вас или нет, всегда введите статистику эффективности работы. Это восьмой факт из книги. И после сдачи проекта, и во время сдачи проекта, отдельные этапы. Если вы работаете по скраму, вообще идеально. В общем, фиксировать, кстати, про скрам у нас тоже есть отдельный обзор, как работает эта технология, книга про скрам. Ссылочка будет в описании, обязательно почитайте, посмотрите, если для вас важно понимать, насколько эффективно работает ваша команда. Так вот, вам необходимо ввести статистику эффективности работы, записывая не только какие-то удачные вещи, как вы закрыли быстро или не быстро задачу, но и фиксируя, какие сложности были в ходе реализации, что вы сделали для того, чтобы справиться с этими сложностями, что вы сделали недостаточно быстро или в недостаточном объеме, и из-за этого получили большее количество проблем, накапливаемых как снежный ком в процессе реализации. В общем, вот это вот все-все-все структурированное даст вам возможности анализировать деятельность компании в целом, отдельных команд и понимать, как разрабатывать эффективный подход или стратегию управления методами реагирования на нестандартные ситуации в будущем. И анализ этих ошибок позволит вам избежать их в дальнейшем. В общем, все, что вы можете померить, этим вы можете управлять. Если вы этого не ведете статистику, то, соответственно, управлять не можете. Ну и неэффективность давления на сотрудников это такой похожий на неэффективность угроз. В общем, Том несколько раз про это говорит, что ни к чему не приводит давление на сотрудников, ни к повышению производительности, ни к мотивированности. Вы заставляете людей работать больше и можете получить результат здесь и сейчас, но в средней и долгосрочной перспективе вы обрекаете команду и на возникновение ошибок, и на отсутствие креативности, на истощение и выгорание каждого сотрудника в отдельности. Поэтому чистая психология про то, что если сотрудник знает, что ему придется работать до ночи, то днем он будет работать не так быстро и производительно. Если он сегодня собрался и отработал условных 12 часов, потому что вы сказали, что пока он не сдаст работу, он не уйдет домой, то можете быть уверенными, что завтра эффективность будет гораздо ниже, и еще через месяц он положит заявление об увольнении к вам на стол. Поэтому давление на сотрудников контрпродуктивно, я бы сказал. Ну и не страдайте гигантоманией. Под этим фактом я, пожалуй, подпишусь дважды. Вам на старте нужно минимум людей. На начальных этапах вы формируете архитектуру системы, для этого не нужно много людей. Если вам особенно нужно проверить какую-то идею, ее валидировать, вам все, что для этого нужно, просто сделать прототип и показать этот прототип тем людям, которые являются вашими потенциальными заказчиками, для того, чтобы понять, готовы они покупать эту историю или нет. Для создания прототипа сегодня, и особенно если вы работаете в онлайн сфере, больше одного-двух человек, дизайнера, условного копирайтера, вам и не надо. Поэтому, а если большая команда будет уже на старте, то вам придется остальных сотрудников чем-то занимать, и это будет, в общем-то, ваше время на это уходить, и вы фокус переместите с продукта, который, и фокус на продукте очень важен, как раз на этом этапе переместите на людей, просто чтобы они были заняты, и чтобы никаких не начиналось неприятностей в коллективе. Поэтому начинайте малым количеством профессионалов, а по мере развития проекта подключайте других специалистов. Такие вот быстрые 10 фактов. Три задачи. Значит, ну, вот кроме того, чтобы в каждом следующем стартапе не набирать людей до тех пор, пока не провалидируется идея собственными силами, можно это, конечно, условно считать задачей. Но я хочу сказать, что если вы прочитали хотя бы 3-4 книги по менеджменту, то у Тома в дедлайне вы как бы ничего нового не найдете. Но если это была ваша первая книга, то кроме того, что все факты вам в новинку, формат очень крутой, что после него на скучную подачу нонфикшн-литературы вы уже не сможете смотреть, как раньше. И хорошо структурированная книга, в этом ее плюс. Я не понимаю, почему так мало писателей и практиков в жанре нонфикшн используют этот прием, чтобы облечь знания в какую-то художественную форму. Если вы вдруг знаете еще таких книг, напишите обязательно в комментарии под этим видео, мы с удовольствием сделаем на них обзор. Вот как главный герой записывал все в блокнот, так и вы теперь можете записывать все в букнот. Это блокнот для осознанного чтения, чтобы больше фактажа и интересных каких-то кейсов у вас из книги запоминалось, и потом на основе этого фактажа вы себе формулировали задачи. В общем, если захотите про букнот узнать, на сайт буква.инфо.блог.букнот приходите, там все про него написано, мы про него много подробно пишем. Все, с дедлайном покончили. Таким сегодня воскресным утром 17 мая 2020 года был дедлайн романом управления проектами. Таким был проект читайбыстро.буква.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, колокольчик. Обязательно перешлите это видео своей маме, пусть знает, что вы стали чуточку умнее за ближайшие 20 минут. Если захотите проверить свою скорость и осознанность чтения, буква.инфо.рапид, там можно почитать текст, ответить на вопросы, получить сертификат. Если вас интересуют проблемы, не проблемы, перспективы развития софт-скиллов, осознанного чтения, развития памяти, тайм-менеджмента, эмоционального интеллекта, всех вот этих вот вещей, то обязательно добавьте себе в закладки наш сайт буква.инфо. Мы там регулярно пишем всякие разные статьи про это все дело, обозреваем книги, больше рассказываем про наши рабочие тетради, про смарт-конспекты к книгам. Вот на днях к магии утра должен выйти смарт-конспект, наконец-то, красивый, большой, может быть, про него отдельное видео снимем. Инстаграм буквы.инфо. Если еще вдруг мы с вами не дружим, то давайте будем дружить и обмениваться лайками. Пожалуй, на сегодня все. Хорошего вам дня, читайте книги, слушайтесь маму. Пока.